ДТП Кроме того, осужденного обязали выплатить компенсацию в размере 5 миллионов. Это решение возмутило его родных. Я выплатила пострадавшим более 19 миллионов тенге. Теперь суд назначает еще 5 миллионов. Где я эти деньги возьму? У меня трое детей на руках. Пациентка выбросилась из окна роддома в Алматинской области. ЧП произошло в Карасайском районе. Женщина находилась в реанимации. Как сообщают врачи, она оттолкнула медперсонал и спрыгнула с окна на третьем этаже. В результате падения она сломала кисти обеих рук и правое плечо. Как выяснилось, за несколько дней до этого женщина потеряла ребенка. Неудачными оказались и две предыдущие попытки родить. Близкие пострадавшие винят врачей. Они считают, что с ней должны были работать психологи. Психолог должен быть рядом, поговорить с ней. Говорят, якобы она оттолкнула медсестру. Она была только после операции. Откуда у нее силы оттолкнуть? Еще и без вещей. Разве ее можно было страдать без присмотра? Мы не понимаем этого. Врачи же уверяют, рядом с женщиной находилась медсестра. Она заметила странное поведение пациентки. После у нее диагностировали послеродовое психомоторное возбуждение. Сейчас ее состояние медики оценивают как стабильное. Отмечу, что данное медучреждение в центре скандала оказывается уже второй раз за неделю. Три дня назад там, на рабочем месте, убили медсестру. Рядом стояла медсестра. По времени она пришла свое лекарство дать женщине. Со стороны женщины она заметила что-то необычное поведение. И она вызвала всех врачей. Все врачи подошли, с ней разговаривали. Вроде она успокоилась. Но как вышли все врачи, медсестра закричала и всех вызвала. И она подтолкнула медсестру и выпрыгнула. Строящаяся дымовая труба на Петропавловской ТЭЦ-2 наклонилась. Об этом в социальных сетях рассказали испуганные местные жители. А теперь информацию подтвердило само руководство теплоэлектроцентрали. Причиной стал дефект опалубки. Возведение трубы экстренно приостановили. Подрядная организация ТОК «Степлоспедстрой» приступила к демонтажу скользящей опалубки. После завершения этих работ будет и выдача, повторюсь, высотной отметки. Будет произведен частичный демонтаж ствола трубы. И заново будет возведена коническая скользящая опалубка. И продолжится строительство дымовой трубы. В компанию уточнили, что ЧП на ситуацию с теплоснабжением города не повлияет. Все существующие теплоагрегаты еще с прошлого года подключены к старым двум трубам. Караганда приходит в себя после сильных ливней. Прошедшие накануне обильные осадки затопили улицы, рынки, парковки и квартиры высотных домов. После того, как ураган утих, на остановке обнаружили тело 45-летнего мужчины. Эксперты сейчас выясняют. Не исключено, что он погиб от удара молнии. Стихия также снесла крышу школы-интерната. К счастью, дети не пострадали. В ближайшее время кровлю восстановят. ЖК Армалкла. Лифт затопило. Это шестой этаж. Ёб. Проверку дождем не выдержали сразу несколько новостроек. Если в одной затопило лифт и парковку под домом, то в другой и вовсе пострадала квартира на 10 этаже. Новоселы возмущены и требуют привести все в порядок. Тюнис затоплен, кладовки все затоплены. Надо все дорабатывать. Вот они усмотрели, они сливы маленькие. Надо делать большие сливы. Канализация проблемы тоже здесь. Поэтому надо было аккуратнее это все делать. Строители, точнее, первые годы они строят. Должны знать об этом, как должно быть. Это ливневка стала, либо она вообще здесь отступит. Ай, больно, опять-таки что-то наступило. А это уже проспект Бухар-Жирау, район торгового дома и главного рынка. Большая вода с улиц постепенно уходит, но местные жители задаются вопросом. Почему не сработали городские ливневки? В Акимате уточняют, за 45 минут выпала двухмесячная норма осадков. И ливневые канализации просто не справились с таким объемом воды. Ситуация на сегодняшний день стабильная. Ливневая канализация работает. Специализированная техника на дежурстве, так как у нас еще несколько дней ожидаются дожди. Даже ливневая канализация проектируется с учетом того, что обильные дожди не более 20 минут. В нашем случае было 45 минут. Еще не вся информация у нас есть по причиненному ущербу. Как только рабочая комиссия даст свое заключение, уже будем принимать меры. Повредили осадки и Каргандинский областной музей изобразительных искусств. Залило третий административный этаж с кабинетами. До картин вода не дошла. Их спасли сотрудники музея. Но поскольку синоптики опять прогнозируют дожди, хранители устанавливают теперь ночные дежурства. Слив вот этот, он как бы переполнен, либо он забит был, я не понимаю, да? То есть он не успевал выбрасывать воду. Соответственно, все это шло, естественно, к нам. Нам пришлось срочным делом, всем коллективам эту воду собирать. Кабинеты, вы, наверное, уже видели, да? Кабинеты, потолки, все у нас было залито. Но температура, влажностный режим. Это очень важно для музея. Очень важно для произведения искусства. Здесь у нас же не только холсты. У нас здесь и дерево, и кожа, и войлок. Стихия затопила и местный рынок. Пропали овощи у некоторых торговцев. Постепенно город приводит в порядок. Подача электроэнергии во всех районах восстановлена. Вот так сейчас выглядит никогда райский уголок, американский штат Гавайи. Обугленные деревья, сотни сгоревших домов, запах гари и дыма. За считанные дни жара и ветер превратили цветущий рай в кадры из фильма «Катастрофы». Огонь распространился настолько быстро, что жителям пришлось искать спасение в океане. Нам пришлось выбираться. Мы оставили нашу машину. И я, и моя жена, и пятеро наших детей. Мы все бросились в океан. Мы нашли плавучую доску, за которой уцепились. Все вокруг горело. Взрывы, взрывающиеся машины. Просто летели угли. Мы не могли дышать. 53 человека погибли. Это далеко не точные данные. Огонь разрушил более 1700 домов. 11 тысяч человек остаются без электричества. Более 2000 провели ночь во временном жилье. Местные власти назвали пожары на Гавайях беспрецедентными. Администрация президента Байдена крупной катастрофой. Этот статус означает, что на борьбу с огнем и последствиями будут брошены все федеральные силы и средства. То, что мы увидели, вероятно, было крупнейшим стихийным бедствием в истории штата Гавайи. Мы также видели много сотен разрушенных домов, и на восстановление которых уйдет много времени. Это город Лахайна. Он почти полностью уничтожен огнем. От многих зданий остались лишь руины. Распространению лесных пожаров способствовала длительная засуха и сильные ветра от проходившего неподалеку Тайфона Дора. По словам ученых, сгорело более 26% территории штата. Это очень много. Риск возникновения крупных пожаров на Гавайях был выше, чем в Калифорнии. И так случилось, что во время сильного ветра произошло возгорание. В результате чего огонь очень быстро распространился по поселку в направлении побережья. Всего служба береговой охраны США выловила из воды 12 местных жителей. Они бросились в океан, спасаясь от пожаров. По словам властей, ущерб еще не подсчитывали. Чтобы полностью его оценить, могут потребоваться недели, а может быть и месяцы. С 1 сентября казахстанцев начнут штрафовать за нечипированных домашних животных. Размер штрафа, говорят в Минэкологии, составит свыше 34 тысяч тенге. В ведомстве рассказали, как будут выявлять нарушителей. По дворам и квартирам инспекторы ходить не будут, заверили чиновники. Никто ходить по квартирам не будет. Во-первых, правильно вы подметили, это ваше конституционное право, вы не можете никого не пускать. Но при выявлении каких-то нарушений, например, сосед пожаловался, ваша собака бегает без поводка на улице. То есть во дворе я думаю, естественно, участковый придет или наш инспектор, чья это собака. Естественно, владельца мы можем установить. Потом уже, когда начнутся вопросы к вам как владельцу, вторым вопросом может возникнуть, что у вас собака вообще на учете состоит или нет. Напомню, обязательным чипированием станет для владельцев кошек и собак, для остальных питомцев по желанию. Сами владельцы животных такому новшеству не рады. К примеру, остончанка Дарина Жузбаева приобрела кошку британской породы два года назад. С тех пор она стала членом ее семьи. Девушка боится, что процедура навредит ее четвероногому другу. Нет никаких результатов, как животные это переносили. Моя кошка, например, всегда находится дома. Я считаю, что это должно проводиться добровольно, либо и на бесплатной основе. Потому что это может затронуть и заводчиков, которые, ну, эта сумма будет бить по карману. А также у меня есть очень много знакомых, у которых на содержании более пяти питомцев. И просто некоторые попросту могут оказаться на улице животные. Зато работники приютов для животных чипирование видят много плюсов. Они надеются, что данная мера заставит хозяев ответственно относиться к своим питомцам. Если они, например, выкинут животное или как-то избавятся, то мы об этом узнаем. И в дальнейшем можем провести или штрафование, или, например, другое какое-либо действие, наказание. И при этом, и в дальнейшем люди уже будут понимать, больше нести ответственность за свои действия. А вот в Минэкологии не боятся, что после введения закона бродячих животных станет больше. Чиновники считают, закон, напротив, позволит регулировать численность собак и кошек. Отмечу, ветеринарные клиники предлагают несколько вариантов чипирования. Это может быть специальная инъекция или ошейник. Микрочип состоит из биомосовместимого материала. Это стекла, каленого стекла, либо керамики. Как видите, животное не подается боли, не реагирует на боль. Все, чип введен. После чего мы датчиком проводим вместо инъекции чипа и проверяем, на месте ли он. После введения чипа питомцу, все данные хозяина и питомца, мы вводим в единую базу тамба. Такое чипирование владельцам животных обойдется от 3 до 8 тысяч тенье. Для пенсионеров и других социально уязвимых казахстанцев процедура будет бесплатной. Сотовые операторы объяснили причину высоких тарифов в Казахстане. По их словам, стоимость связи включается покупка оборудования. Техника для передачи данных закупается за рубежом. А там она стоит немалых денег, уточнили в компании Билайн. Кроме того, в тариф закладывается ремонт и обслуживание оборудования. А также стоимость электричества, которую оно потребляет. Один сайт, одна позиция, где находится оборудование, потребляет в 15-20 раз больше электроэнергии, чем ваша квартира. То есть мы платим постоянно за каждую позицию. Таких сайтов 10 тысяч у каждого из присутствующих здесь операторов. И, конечно же, когда меняется цена на электричество, в том числе, это тоже сразу влияет на себестоимость продукта. Напомню, около месяца назад сотовые операторы в Казахстане заявили о повышении тарифов. Это возмутило жителей страны. Многие абоненты жаловались на качество связи. И недоумевали, в связи с чем компании повышают цены. Толя Давыдкова из Петропавловска вновь нужна помощь неравнодушных казахстанцев. Историю подростка, с детства страдающего ДЦП, мы рассказывали неоднократно. За свои 16 лет он перенес немало операций. Вопреки всем неблагоприятным прогнозам, парень стал лучше говорить и даже научился сидеть. А в июле этого года, в результате неудачного падения, Толя сломал бедренную кость. Ему вновь понадобилось оперативное вмешательство, которое провели врачи столичной клиники. Но, по словам мамы, прошло оно не совсем удачно. И Толя продолжает мучиться. Прямо там заметила, что у него что-то не то с ногой слевой, потому что по нём видно, что его сильно тянет. Я стала спрашивать у доктора, он говорит, давайте вы дома по месту жительства, пускай вас травматологи посмотрят и уже решат. Я стала говорить здесь. Они мне говорят, что что вы хотите, у вас ребёнок такой, у вас спастика, вас тянет. Ну и всё. И так, как мне, можно сказать, отфутболили. Мы обратились в Курган, чтобы они нам помогли, посоветовали. Они предложили нам сделать пока свежая травма. Сразу по свежей травме прооперировать его, ставить более лояльную металлоконструкцию и вправить вывих. Российская клиника выставила семье счёт в 218 тысяч рублей. Это почти 1 миллион тенге. На данный момент собрана ровно половина необходимой суммы. Уже в понедельник, 14 августа, Толя ждут на операцию в Кургане. Технический запуск светомузыкального фонтана состоялся накануне в центральном сквере Кустаная. Это излюбленное место отдыха горожан и гостей города. На его открытие пришли сотни жителей. В городе подобный фонтан появился впервые. В разноцветных переливах лазерные подсветки струи воды танцуют в так классической музыке. Высота струи достигает более 12 метров. Именно на этот фонтан ушло около 130 миллионов тенге. Он включает в себя порядка 350 форсунок. Это его такие особенности. И, понятно, есть программа, шкаф управления, в которой закачивается музыка. И под музыку полностью он работает. Светомузыкальный фонтан стал уже пятым отремонтированным в этом году и единственным поющим объектом города. Для жителей его запуск стал соебразным подарком. Все делается очень хорошо. И все для нас. Мы очень рады. В Кустанае развивается, открывается много культурных центров. Поющий фонтан – это тоже культурный центр, потому что там мелодия звучит. Всего в Кустанае 24 фонтана. Шесть будут отремонтированы в этом году на сумму 280 миллионов тенге. Половина из них уже прошла глобальную реконструкцию. Так в городе появились пешеходные и светомузыкальные фонтаны. Ремонт остальных планируется в следующем году. В новом учебном году в столице окажут помощь 23 тысячам учащихся. Из них более 14 тысяч получили финансовую помощь из бюджета. Среди них Фарида Бейжанова. Она воспитывает шестерых детей. Четверо учатся в школе. Адресная социальная помощь назначена правительством по 41 тысяч тенге. Очень благодарна, получила и в прошлом году. На эти деньги мы купили школьные преднадлежности. Очень хорошо продуманная помощь. Скольким родителям и детям на радость. Такая помощь оказывается детям из малообеспеченных семей, сиротам, нуждающимся в экстренной помощи вследствие чрезвычайных ситуаций и семьям с детьми-инвалидами. В этом году планируется охватить 14 тысяч 200 учащихся. В прошлом году это число составило чуть более 13,5 тысяч школьников. Эту работу мы начали с 1 августа. Управлением образования проведена разъяснительная работа с руководителями организации образования по данному вопросу. В настоящее время администрациями общеобразовательных школ ведется работа по формированию перечня нуждающихся категорий населения. Кроме того, в рамках акции «Дорога в школу» за счет спонсорских средств в помощь будет оказано 8,5 тысячам ребят. Также с 12 августа во всех районах города будут организованы ярмарки по подготовке детей к школе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова